Более 30 лет стаж работы. Все время хочется наставить людей на путь истинный. Режиссер – это профессия, опыт. У вас был скандал с мамой, я бы на вашем месте сразу подал бы в суд за это. Привет, друзья, меня зовут Жан Муканов, я продюсер ТВ кино и музыкальных проектов. И сегодня у меня в гостях отдали надежду, что это будет у нас постоянный спикер и мой партнер в этом проекте, госпожа Ажиева Карлаш Исаевна. В народе ее называют Гася, но на самом деле это, не знаю, как это даже назвать, прозвищем, да? Ну давай псевдоним. Псевдоним, да. Который я сама себе поставила в два года. В два года? Да, Карлаш Исаевна – это известный режиссер нашей страны, большой, огромный профессионал, мой сенсей, наставник и учитель, режиссер массовых мероприятий. Более 30 лет стаж работы, огромные события, мероприятия от Славянского базара до, наверное, вы посетили, мне кажется, практически все. От Азиа до Уссы. От Азиа до Уссы, да, от Азиа до Уссы и до сегодняшнего дня, то есть на сегодняшний день все масштабные серьезные мероприятия нашей страны, массовые мероприятия без участия Карлаш Исаевна не проходят по причине того, что, но не побоюсь сказать, это единственный топовый продюсер нашей страны, который умеет руководить 10 тысячами людьми одновременно на ипподроме, стадионе и так далее, и так далее. Карлаш Исаевна, спасибо большое, что вы нашли время здесь сегодня, учитывая ваш график, вы бесконечно путешествуете, летаете, зная, что вы совсем недавно прилетели, и вот мой первый, наверное, вопрос, самый главный, который, наверное, мучает многих коллег на нашей эстраде, Гася, почему Гася, откуда вообще это появилось? Ну, так как меня назвали Карл Гася, меня, кстати, обманули, сказали, что она от шкамде жёг, да, поэтому я купилась, ну, в два года, господи, ой, в прирождении, а потом просто я не выговаривала, это длинное слово, по-моему, из восьми, что ли, букв состоит, и я окончание только Гася, Гася, и папа меня назвал Гася, в садике называли Кагаша, а так я стала Гася, а теперь я тетя Гася. Тетя Гася. Даже Гася Пай. Гася Пай. Да, в областях мне Гася Пай. Директора Грода, потому что, на самом деле, я помню, когда, ну, когда я совсем щегловым наблюдал за вашими работами, смотрел, мне всё время говорили Гася, и когда мы первый раз познакомились, мне неудобно было говорить даже это слово, это сейчас уже, ну, уже много лет прошло, это уже как-то уже можно сказать Гася, и то я иногда чувствую, ну, себя не очень комфортно. Карлась Александровна, немножко себе расскажите, вот мне, как продюсеру, продюсеру различных событий, мероприятий, ваш брат, режиссёр, это, ну, первостепенные, главные люди на любом мероприятии, да, потому что любое мероприятие, любое событие, пусть оно будет небольшое, или республиканского, международного масштаба, без режиссёра совсем никак. Так, почему у нас сейчас на рынке всё плохо с режиссёрами, и почему, и расскажите вы свою историю, с чего вы начинали, я знаю, что вы учили в Санкт-Петербурге, но самое первое образование здесь, в Казахстане. Ну да, я вообще-то музыкант, я с детства училась, я вообще из музыкальной семьи, музыкально-журналисткой, я всегда знала, что моя стезя – это творчество, тем более по характеру я, скажем, командир, поэтому мне вообще нет проблем взять микрофон и руководить. Это мешает в жизни, дома, в семье, это точно говорю. Всегда везде руководить. Да, мне даже делают замечания, говорят, выключи режиссёра, потому что всё время хочется наставить людей на путь истинный, там что-то подсказать. Всегда забываю, что люди со своими мозгами. Когда-то я начинала музыкальным редактором свою жизнь, я работала на многих проектах, я поняла, и потом я, когда я закончила консерваторию, я хоровик-дирижёр. Это, кстати, тоже такая, знаете, руководящая должность, потому что ты дирижёр хора, перед тобой масса, и ты должен ими руководить. Кстати, многие закончили на хоровика, да? Очень многие, абсолютно, да, очень многие. Ну, там нужно иметь свой стержень, знания, ну и не хватало ещё знаний, опыта. Опыта я набралась, и уже в 37 я поступила в второе образование, для себя выбрала. Это в Санкт-Петербург, университет культуры и искусств, режиссура театрализованных представлений и массовых праздников. Когда я поступала, мой мастер, я пугалась, я увидела своих докурсников, это были на 20 лет младше меня люди, и когда я мастеру задала вопрос, не поздно ли я, он сказал, золотые такие слова. Режиссёр – это профессия, опыт. Поэтому я считаю, что опыт, я всегда учусь. Опыт, он всё время такое понятие, ты набираешься его. Поэтому я сейчас тоже учусь, у меня уже третье образование, уже педагогическое, потому что я уже намереваюсь, давно уже намереваюсь, созрела, созидать, учить, воспитывать. Я очень много воспитала, выпустила в свет себе подобных. У меня в команде было очень много людей. Я надеюсь, они благодарны, я надеюсь, они, ну не знаю, достойно работают, достойно являются проводниками именно нашей профессии, в своей отрасли. Вы правильно заметили? Режиссура, она везде должна быть. Даже в маленьком проекте, но всё равно должен быть человек, который построит. Помимо мероприятий, помимо ивентов, на самом деле режиссуры, на мой личный взгляд, вот мы просто иногда это не видим, и может быть в плоскости это не видим, но режиссуры нужны во всём, не только в каких-то событийных мероприятиях, ивентах и так далее. То есть режиссура, например, нужна в постановлении какого-нибудь творчества. Например, вот в продюсировании артистов, казалось бы, зачем режиссёр, но в продюсировании артиста, если не будет режиссёрского взгляда, постановок, как должен артист себя вести, как он должен выглядеть, что он должен говорить, куда смотреть, даже взгляды на вещи, это всё режиссура. Чаще всего продюсерские компании этим не пользуются или думают, что это не нужно. То есть, да, и вот артист выходит, и через какое-то время он очень сильно начинает лажать. Если бы у них был правильный режиссёр, то есть с самого начала, то это было бы уже выстроено. В связи с этим у меня вопрос. Почему у нас не учат режиссирование массовых мероприятий? Вот у нас в Казахстане, насколько я знаю, есть режиссёры театра и кино, ТВ-режиссёры телевизионные, а вот режиссёры постановщиков как таковой нигде не обучают, но если только это какие-то частные курсы, по-моему. Наверное, это всё люди, которые работают, мои коллеги. Наверное, они набираются этому на своём личном опыте, начиная свой путь с администратора, с помощника, с музыкального продюсера. Линейный продюсер, исполнительный продюсер и так далее. Это уже так, действительно, это профессия опыта, но знания необходимы. Ты на себя берёшь большую ответственность. Ещё, конечно, главнее на площадке, либо в любом проекте, это продюсер, но творческую составляющую никто не отменял. Чтобы он получился действительно классным, этот проект, должен быть режиссёр. Если даже он молод, он должен обладать большим кругозором, большими связями, наработками, жадным быть до событий. Надо знать всё, надо уметь себя находить во всём. И ты не имеешь права повториться, ты не имеешь права взять за основу чужой проект. Мозги надо иметь, архивы надо знать. Я не соглашусь с вами только с тем, что на данном этапе у нас на рынке Казахстана действительно люди становятся администратными, потом продюсерами, линейными продюсерами и так далее. И в какой-то момент вдруг называют себя режиссёром. У кого-то это правда получается, потому что мой путь как раз был с обратной стороны. Сначала я был режиссёром, я хотел им быть, я мечтал быть режиссёром. И за вас, кстати. А потом я понял, что режиссер... Кстати, я помню эту фразу, когда ты сказал, ой, я тоже могу быть режиссёром. Чё тут взял в микрофон и поорал? Поматерился на самом деле. Поматерился и поорал. Нет, друзья, на самом деле действительно я мечтал быть режиссёром. Даже я делал постановки. Помню группу Жигетейра, Бута Керембекова. То есть эти концерты срежиссировал я. Было неплохо, но я в целом понимал, что здесь мало сделать какую-то красивую постановку к одному номеру. То есть нужна целая история всего проекта, который будет исходить из одного в другой. Здесь нужно иметь мозги в плане режиссёрские, которые суть не потерять, вот эту синергию этого проекта не потерять. Поэтому я отошёл от режиссирования и перешёл в продюсирование. Да, и это моё абсолютное. Меня очень радует, что вы сейчас поступили на третье высшее образование. Действительно никогда не поздно. У меня тётя есть родная, которая уже 63 года поступила. Что вы уже впереди? На высшее образование, да. Педагогическое. И вот, наверное, всему руководству Министерства образования или просвещения, сейчас оно разделилось у нас, То есть есть руководитель с глубошедшим опытом, преподаватель без пяти минут, который смог бы целый факультет возглавлять в высшем образовании. Потому что с этим у нас на самом деле проблема. Спасибо большое за ответ. И очень хотелось бы задать вопрос по поводу недавнего небольшого скандала вокруг вас. Айалаган Астана. Замечательный детский праздник. Вообще все праздники, когда касается детей, они классные. Я сам генеральный продюсер замечательного детского фестиваля «Жилдузайт» для особенных детей уже 7 лет. И знаю, что это такое. Но я страшно боюсь работать всегда с детьми, потому что каждый отец, каждая мать считает, что их ребёнок самый выдающийся и так далее. Потому что опыт трёх лет руководства Национального комитета детской волны и новой волны в своё время показал, знаете, когда по 300 детей в день слушаешь, и каждый уверен в успехе своего ребёнка. Айалаган Астана. В этом году было 10 лет этому замечательному детскому празднику в городе Астана. Вкратце, ну, зрители, наверное, не знают, то есть вкратце. Я просто расскажу своё видение, свой взгляд на эти вещи. Ситуация была, насколько я знаю, на концерте. Вот, может быть, лучше выйди, наверное, детальнее расскажете, что это было. У вас был скандал с мамой, ребёнка одного из. Вот как это так произошло? Я бы не назвала это скандалом. Я бы назвала, знаете как, непонимание со стороны родителей. В данном случае родителя, да? Родителя, родительницы. Потому что это тяжёлый проект. Тогда летом, когда дети предоставлены сами себе. А есть такой, есть такая задача сделать концерт насыщенным, красивым. Устами детей. Детьми, которые участвовали в этом конкурсе за 10 лет. Поэтому наша команда превратилась, я не знаю, в аналог передачи «Жди меня». Мы разыскивали всех детей, которые прошли этот путь. Но, естественно, должен быть соответствующий антураж. Это дети, которые рядом либо хором поют, либо танцуют, либо всячески помогают украсить номер. Тем более у нас была съёмка, телеканал «Хабар» снимал. И площадка была не самая удобная. То есть это амфитеатр в Астане, где перед тобой река. У тебя нет, кроме задника из лэдов, конструктива сцены. Это который по центру островок. Да, он не островок, он амфитеатр. И подходы к кулисам, они открыты. Потому что мы не могли делать выгородки, потому что сзади роскошная река, роскошный закат, красивая стана. Этим надо было пользоваться. Здесь хочется чуть-чуть отметить, что когда проходят различные мероприятия, кулисы и гримерные, или все мероприятия, которые происходят за сценой, которые не видны зрителю, туда допуска никогда не бывает. То есть это территория продюсеров, режиссеров, звукорежиссеров, художников по свету и всех тех, кто делает. И участников, которые были на репетиции, которые могут прийти туда только с ответственными, либо со своим руководителем. Я хочу это подчеркнуть, потому что за кулиси – это техника, это шнуры, это различные кабеля. Небезопасно. Это очень небезопасно. Как для самого проекта, для съемки, но так и для жизни детей. Понимаете? Поэтому репетиция не зарядана. Это время, когда человек знает, откуда он выходит, куда он заходит, и как он уйдет с площадки. Я не могу позволить себе базар-вокзал за кулисами, чтобы грязь лезла. Тем более с вашим бэкграундом, когда ваша репутация уже впереди вас. Ну да. И у меня такая состоялась проблема. Бывают такие технические неполадки, экраны встали. Я не знаю, из-за чего. Вот, то есть потом мы разбирались. И мне надо было тянуть концерт. А перед стартом концерт? Нет-нет, уже концерт шел. И где-то уже на пятом-седьмом номере встали экраны. И режиссер мне в рацию говорит, встали экраны, надо прекратить концерт. А у меня же еще люди, зритель, который пришел на концерт. Который не поймет, почему. Да. И я попросила ведущих, детки и Батыржан Тазобеков, тянуть. Так они играли со зрителем, они пели с ними песни. Пока технические пола не пола. Зритель не заметил. Зритель включился. Была такая хорошая атмосфера. Ну и я в это время зашла за кулисы. И одна из мам мне задала вопрос очень в таком неверном тоне. Прошу прощения, почему оказалась мама? А сколько лет ребенку? Маленький был. Ребенку было 6 лет. Но это с какой-то группы, наверное. Да, танцевальная группа, которые впервые участвовали в подобном концерте. А руководитель этой группы? Руководитель, она стояла перед сценой и показывала деткам движение. Поэтому стояли только ответственные. Так вот, я не привыкла, чтобы со мной в подобном тоне, когда у меня здесь проблемы, разговаривали. Вот скандал-то именно завела эта родительница, не понимая, что у нас это процесс. И когда она мне сказала... То есть телевизионная съемка, насколько я знаю. Конечно, конечно. Все снимается, все дальше идет. Единственное, что детки не выходят, мы ждем, когда нам технари скажут, что уже все, окей, сделали. Технари бедные там тоже, действительно, там чуть ли не зубами эти провода. Зажимали. И я сказала, немножко подождите, у нас технические неполадки, мы продолжим концерт. Она не прекращала, она стала скандалить, почему воды нет, почему. Хотя всю году выдавали, дети были отрепетированы с утра, днем их никто не вызывал. А эта девочка участвовала в одном номере? Только в одном, только в одном. В группе, да, еще? В группе, конечно, детки. До них. То есть я сейчас уже подойду к этому. Когда... А, и пока мы с ней пререкались, я сказала, вы вправе забрать ребенка, я могу их не упускать. Я сказала режиссеру, мы справимся без этого коллектива, тут недовольные родители. Да, конечно. И вдруг музыка пошла, и дети пошли танцевать. После этого я дождалась руководителя и сделала ей замечание. По какому праву одна из ваших родительниц выясняет со мной отношение? Это не ее прерогатива, это вообще ваша задача. Мы пошли в гримерку, и там я увидела такие высокие отношения друг с другом. То есть мне пришлось деток вывести из гримера. Маму с руководителем это грустно. Да, да, у них просто какие-то, знаете, в жизни таких отношений. То есть Орсенел, да? А, сори, я забыла. Когда мне... Когда у нас началась этот диалог, я его диалогом назвать не могу, то есть я сказала, в первую очередь, это артист. И мама зацепилась. Ах, для вас это не дети, это артисты, так вам вообще, как вы с детьми работаете? Ну, знаете, я с детьми работаю, ну, уже 50 точно лет. Я и сама была ребенком, ну, и я всегда руководила. У меня большой бэкграунд. Я... Уж я-то к детям отношусь, знаете. Да, должна быть. Я считаю точно, что должна быть... Должны быть требования, должна быть безопасность, должна быть забота. Должен быть... Это коллективный труд. Все заинтересованы сделать проект, продукт. Нет, и я знаю, что команда, которая работала, то есть и генеральный продюсер этого проекта, это все высокого ранга профессионалы, которые всегда заботятся, ну, в смысле, если бы это были какие-то дилетанты, я бы еще как-то понял. То есть, поэтому было непонятно, что дальше происходило. Дальше, когда я увидела, какие взаимоотношения в коллективе, я поняла, что мне бесполезно здесь что-то говорить. Я сказала, ну, раз у вас такие высокие отношения, тогда мне нечего здесь делать. Вслед мне посыпались угрозы, я сказала, обязательно, можете выяснять, меня зовут Такта, я заслуженный деятель республики Казахстан. И буквально там были 4 дня выходных, в адрес Кима города Астаны пришла большая петиция, жалоба на меня как на режиссера. Меня уже вначале обозначив, дальше уже как заслуженный деятель, в кавычках, больше меня никак не называли. Отсылки были, что я нарушила права ребенка. Я считаю, что я очень хорошо, тем более имея сейчас уже педагогическое образование. Извините, большой жизненный опыт. Я выпустила столько детей, я выпустила столько звезд. Понимаете? Я очень хорошо разбираюсь во взаимоотношениях. Я никогда себе не позволяю с родителями. Для меня главное педагог, хореограф, наставник. С кем? Человек, который меня слышит, который знает задачи и он должен выполнить. С детьми, с подростками, с кем угодно, с артистами. Я буду настаивать на этом. С артистами. Да, 6 лет, но это артист. Конечно. Тем более, я знаю трехлетних артистов. У меня, не знаю, большой опыт с ними. И потом, из маленького артиста вырастает большой уже артист. Благодарный артист, который помнит ту помощь, которую я оказываю. Карла Эшстайна, знаете, я читал эту петицию и меня, конечно, больше всего возмутило. Ну, подобные вещи наверняка происходят. Мамы бывают, знаете, не зря этот хэштег появился, я же мать. Да, да. Знаете, и здесь хотелось добавить, уважаемые родители, если вы все-таки желаете, что ваши дети, неважно какого возраста, это я официально заявляю, как продюсер и отец семинарных детей, что если вы все-таки решили, что ваш ребенок будет петь, танцевать или в любом другом оригинальном жанре выступать на сцене, то, пожалуйста, если он пошел в творчество, на этот путь вступил, пожалуйста, на сцене, на любой, малый или большой, режиссер, бог и господин. То есть здесь та история, которую всегда должны понимать абсолютно все, от маленького до старшего. Что меня возмутило в этой петиции, это то, что эта женщина написала слово «заслуженный деятель Республики Казахстан» в кавычках, то есть «заслуженный деятель». Меня это лично сильно оскорбило по чесноку, потому что я хоть и не заслуженный деятель, но я очень мечтаю им когда-либо стать. Но, знаете, если все же за мной опыт продюсирования, то за вами огромный опыт работы режиссирования, то есть прямого контакта с огромным количеством людей, животных. Я знаю, как вы руководили верблюдами, лошадьми. Поэтому вы что, на самом деле заслужили по-настоящему метазонии, меня это, конечно, чуток оскорбляло. И вот здесь хотелось бы обратиться к всему руководству, кто отвечает за культуру. Мы должны уметь защищать своих, наших заслуженных деятелей от подобных прямых оскорблений, потому что, честно говоря, я бы на вашем месте сразу подал бы в суд за это. За одну маленькую фразу, потому что, я уверен, лингвистическая экспертиза доказала бы, что это выглядело бы как оскорбление чести и достоинства. Все верно. И вот здесь, конечно, я знаю, что вы не подавали в суд, и вы как-то эту историю отпустили, но насколько вы сейчас, на какой, во-первых, стадии этой истории сейчас, и как вообще вы пережили все это? Я до сих пор переживаю. Я считаю, что, наверное, время рассудит. Наверное, все-таки будет, может быть, эта встреча состоится, может быть, люди поймут. Я не вижу за собой никакой вины. Я ответственен за проект, за площадку, за жизнь этих же маленьких артистов. Поэтому я считаю, что режиссер это не барышня Кисельная, понимаете? И не должна быть, иначе как управлять? это человек, да, это человек, который управляет и несет ответственность. Поэтому, да, я бываю человеком жестким, я бываю человеком порой грубым, но я... Это никогда не казалось детей. Я вас слишком давно знаю, то есть вы никогда детьми... Нет, 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 на детей нет. То есть вы можете быть таким зазрослыми, то есть с артистами, которые опаздывают и так далее, так далее. Не то одевают, и так далее. Ну, как бы, я хотела бы тоже пояснить зрителю. Я тоже ранимый человек, я тоже не из железа, я тоже не робот, я, наверное, пришла к такому уже к этой черте, возрасту, со своим опытом, и, наверное, у меня такая огромная армия друзей, людей, которые меня понимают, людей, которые желают мне только добра, поэтому многие знают, что на самом деле я очень ранимый и добрый человек при всей кажущейся строгости, порой грубости даже. У меня были такие учителя, я сама такой человек, я очень требовательный, человек, и поэтому это не место для книгсонов, понимаете, здесь, как вам сказать, это, я не телевизионный режиссер, еще хочу сказать, да, была съемка, но у меня еще огромная армия зрителей, которые в ожидании этого концерта, бабушки и дедушки этих же дедок, которые, наверное, пришли посмотреть. Я не могу позволить себе подвергать монтажу, нету такого права у меня, у меня сиюминутный концерт. Да, это телевизионный режиссер может вырезать, да? Кстати, все участники, родители, руководители, вы знаете, я получил от них большое-большое количество благодарности в адрес Акиматов, в адрес всей режиссерско-постановочной группы, потому что они видели весь процесс и они детям, летом за такое счастье было выступить на этом концерте, потому что он действительно дедственный я знаю вас как профессионала на площадке, которая не даст впуску никому, пока не пройдет четко, идеально это мероприятие, и знаю при этом человека, который вне площадки, компанистского, доброго, даже чрезмерно за всеми, за всех переживающего, знаете, пока всех не накормите, пока всех не обуйте, не оденете вечно ваше слово балам по отношению, и все об этом знают, неужели эта история была в первый раз в вашей жизни, почему вас так это ломало, потому что я вас первый раз таким видел, во-первых, за, ну знаете, я вас знаю больше, наверное, 20 лет почти, но я первый раз увидел слезы на ваших глазах, я первый раз услышал от вас слова, что я не могу находиться дома, я хочу уехать, почему это так ранило вас? Ну это, наверное, обида. Это первый раз подобное? Естественно. За 30 лет? Естественно. Были, как вам сказать, были какие-то разговоры, может быть, там, с артистами, недопонимание, еще что-то, но впервые от родителей, знаете, Жанн, я, наверное, вам скажу, я все-таки далека была от, вот скажем, онлайн процессов от блогерства, от, а, кстати, они мне когда угрожали, они требовали, чтобы я написала пост, как вы себе представляете, я бы писала пост, о чем я писала, я не знаю, что это такое пост, как его пишут. В социальных сетях. В социальных сетях, да, то есть мне угрожали, я хотела бы это подчеркнуть, меня ранило с нескольких сторон, что меня не защитили, то есть можно было поставить это сразу на первом этапе жалобы, объяснить и сказать, не давать вот эти полтора месяца все время, мало того, мой телефон и еще развернуть стрелки, ах, у вас к ней претензии, тогда, пожалуйста, все вопросы к ней. Наверное, мне было обидно, что, может быть, команда сразу, не знаю, это такие идеалистские вопросы, может быть, мне хотелось, чтобы они сразу там вооружившись, не знаю, вилами и топорами, сразу пошли, может быть, какая-то, говорю вам, я идеалист, я верю в людей, я верю в справедливость, я верю в нее, но ее здесь, знаете, не оказалось, поэтому я была одна на этой ходе. Наверное, не оказалось в нужный час. В нужный час и я благодарна тебе, я благодарна многим своим знакомым, кто меня поддержал и кто сказал, мы пойдем с тобой до конца. Карлоса Александровна, вот учитывая всю вот эту ситуацию, которая произошла, вот я, по себе, конечно, не позволил, чтобы меня кто-либо оскорблял и тем более мои заслуженные вот потом силы, нервами, деньгами, временем, потраченные на эти заслуги, там, должности, статусы, кто-то посягал, то я бы, конечно, прям рявкал, да, то есть, но вы как-то очень, мягко скажем, то ли вот сначала это отпустили, как будто бы, да, но при этом вас это очень сильно вот ломало, вот я это видел со стороны, я видел это, надлом произошел, я тебе скажу честно, надлом произошел. И для меня это было очень странным, учитывая, какой вы сильный человек по натуре своей, ну, 10 тысяч человек вы руководите, а тот вот маленький ребенок, слова одной матери вас вот прям вот задело это очень сильно. Во-первых, я надеюсь все-таки все это разрешится, мудрость какая-то дойдет до визави, до человека, который это сделал. Раз. Во-вторых, у меня, знаешь, какие сомнения появились? Мне, всегда же себя как бы ниже ставишь, думаешь, если ежедневно там подвергается Роза Рымбаева, Биби Ахмедовна Тулигенова нападкам людей, так я там незаветный человек, так я же там вообще щепка там, сошка какая-то. Но на самом деле, если мы будем давать подобным людям нападать, терзать, рвать, мы штучные люди, понимаете? Нас не так много. Вот именно, вот именно. Я, знаете, меня это и беспокоит. По поводу того, что вы вот насколько говорите на фоне Биби Гуляк, Меда и Роза Коночная, что мы ее абсолютно маленькие, не очень с этим соглашусь, потому что благодаря режиссерам и продюсерам артисты выходят на сцену, ну вот они еще краше, еще ярче бывают, поэтому это такая очень совокупная история, да? А по поводу того, что штучный товар это факт, в вашем случае тем более по чесноку. Я знаю всех режиссеров этой страны, но я знаю, кто на что гораст, то есть поэтому вот в вашем случае это всегда проблема и дилемма. Я тебе сейчас скажу, может быть, я виновата в том, что в своем возрасте я, наверное, должна иметь директора, не знаю, там, импресарио, человека, который будет беречь меня, понимаете? опять же, как творческую единицу. А я настолько не приспособлена к таким схваткам, я настолько ранимый, я настолько верящий в людей и человек. И в данном случае, наверное, это моя вина, что я не пиарюсь, я не... Не ведете в социальные сети? Не иду в социальные сети. Вас нигде нет, у вас сложно найти вообще. Да, да. Знаете? Может быть, потому что я не создала себе какой-то воображаемый олимп, куда добраться будет трудно. Я настолько близка каждому. Наверное, это моя вина. Может быть, только за это мне извиниться стоит, понимаете? Что я недостаточно пошла в этот мир. Давай так. В тренды, в которые каждый. Галаш Санин, на самом деле, меня это у вас крайне всегда удивляло и удивляет до сих пор, учитывая, знаете, казалось бы, иногда вот это мышление многие бы телезрители сказали бы совковым, советским. Нет, не отрицаю. Но при всем при этом вы всегда в тренде, на вас модная футболка, модная тюбетейка, ваши проекты модные, они очень трендовые, каждый номер, вы всегда в курсе, что происходит в инстаграме, в социальных сетях и так далее, и так далее. У меня команда молодая, я работаю только с молодым. Я предпочитаю работать, я от них набираюсь. Ну, вот здесь какой-то тормоз, не знаю. Карлаша Саимовна, я очень надеюсь, что эта история уйдет в лета, и эта женщина, мать этого малышки, мать творческой единицы, творческой малышки, которая точно захочет быть на сцене, я так думаю, да, потому что это всегда так происходит обычно, и я обращаюсь к вам, если я, к сожалению, не знаю даже, как вас зовут, здесь очень важно понимать, что режиссеров и людей на сцене у нас, к сожалению, профессионалы высокого ранга единицы, и когда вы написали в письме в кавычках заслуженный деятель, эта история была очень неправильной и некрасивой, это как минимум вы должны были уважать возраст казах-пазгой, жасты-кумит-тиген-казах, как максимум это нужно уважать профессионализм, как минимум надо было узнать, кто этот человек и почему это происходит, потому что когда артиста лелеешь, когда артиста, ну в данном случае даже не про ребенка речь, а в целом режиссеры это всегда хозяева сцены, любой, неважно, маленькая, большой и так далее, поэтому я надеюсь, что все это произойдет, все хорошо, и мой совет бывалого, ну в целом я считаю, я как геймпродюсер многих огромных событий, сами знаете, да, от Грит Казак Геймс, национальной премии, никогда не возникает вопросов к моим режиссерам, к моим продюсерам, линейным, исполнительным продюсерам, всей команде, потому что все-таки в ответе за все первую очередь геймпродюсер, во вторую очередь руководители этой танцевальной группы, потому что у мамы вопросы и претензии должны были быть исключительно к руководителю этой группы, ни в коем случае режиссеру, но надеюсь, это все пройдет хорошо, я вас очень прошу, не берите это в сердце, потому что мне, я понимаю, что вот, я говорю, мне всегда вас удивляет, как вы живете в мире грез, веры, в честность и порядочность людей, советские годы прошли, тогда не было интернета, люди это не видели, сейчас эта история немножко другая, август, на дворе много очень событий происходит по всему Казахстану, много различных мероприятий, ну и мы с вами те люди, которые бесконечно посещаем эти мероприятия, я знаю, что вы только с большого тура вернулись, с большого путешествия, ездили как раз таки на различные мероприятия, я был с Карлашей Савиной когда-то, в каком-то году, не помню, на славянском базаре, и мне тогда очень понравилось с вами ездить, когда вы знаете каждый базарчик, ярмарки, что лучше здесь в этом регионе продается, что они изготавливают, ручной работы, и это было очень круто, и вы никогда не сидите на одном месте, это правда, вы бесконечно в поиске всего. Как вы находите энергию на это все, быть всегда в тренде, несмотря на вот такой бесконечной меняется тенденция, и как вы смотрите на те события, которые сейчас в августе происходят. Вот куча, да, концерты, бесконечные фестивали в Алматы, в Астане, в Шенкенте, и так далее. Ваш взгляд на эти мероприятия, вот первый вопрос по энергии, второй вопрос, за ваш взгляд на мероприятие, и вообще, куда все это идет, что бы мы, может быть, поменяли, и так далее. по энергии, ну, наверное, там от рождения по знаку зодиака и так далее. Я же тоже, как тебе скажу, наверное, я устаю, наверное, матушка лень, тоже она мимо ходит, она нашептывает порой, ну, зачем тебе это надо? Уже сядь на печку, уже, вот тебе семечки, успокойся, ты 30 лет уже на сцене. утихомился, вот тебе телевизор, на, смотри. Ну, наверное, я противник этой подруги. Я все время, не знаю, какое-то чувство долга, все время что-то новое искать. Мои, мои слова вечные, душа обязана трудиться, и день, и ночь, и день, и ночь, потому что пандемия, она меня надломила. Я думала, все, мир рухнул. Это был какой-то, кошмар. Ну, естественно, это заедается там. Да, да, так. Не вы один. Да, разными, разными, да, явствами. Но еще, и, ты знаешь, это помогает мне все время быть, мне надо быть впереди, потому что рядом, позади, а может быть, уже вперед уходят люди чуть моложе. Я не хочу на их фоне быть неким раритетом. я хотела бы быть, я хотела бы, наверное, помогать, потому что у меня опыт большой. Наверное, я уважаю идеологию. Это обязательное условие любого, большого концерта, любого. и еще, наверное, не знаю, с детства любознательность. Ты знаешь, ты сказал, что я недавно с тура. Нет, я еще в мае съездила на финальное шоу Элтона Джона. Да, я видел это у вас сториз. Да. Последние концерты. Да, да, да. я была на концертах. Там, где бы я ни была, я все время впитываю себя, потому что, помнишь, я и ранее сказала, режиссер, это профессия опыта. Опыт, это насмотренность. Путешествие, кругозор, люди, да, вокруг. Да, я везде оставляю свой след и пытаюсь взять хоть что-то с того места, где я побывала. Наверное, это мне дает силы, потому что я вспоминаю, о, я же была на шотландском фестивале, как там было круто, и показываю людям, потому что мне не жалко делиться, понимаешь, я же еще воспитываю, поэтому я показываю людям еще и те или иные вещи, которые могут помочь им. Второй вопрос, ну, чтобы не задерживаться. Наверное, я мало в городе посещала, они меня не заинтересовали. Я за то, чтобы проект был все-таки с какой-то новизной, все-таки у него должна быть интрига у каждого проекта, который я делаю, либо коллеги, либо вообще делаются. Мне важно прийти туда и подчеркнуть. Ну, сам понимаешь, я же и так много хожу, мне по долгу службы нужна. Я в неделю пять раз точно хожу на концерты, ну, в течение года. Я очень много хожу, посещаю, слушаю, знакомлюсь. Я очень люблю молодых искать, выявлять. Мне не страшно сходить на экзамен к эстрадному вокалу. Творческий экзамен. Творческий экзамен. Я всегда слежу за молодыми дизайнерами и так далее, потому что мне с ними работать, мне у них можно подсмотреть, помочь, подсказать, что-то мне взять и что-то им дать. То есть, это такой взаимный, бесконечный процесс. сейчас я, знаешь, опять же, пылью покрываются и мозги тоже, поэтому для того, чтобы они не покрылись, надо без конца искать, надо без конца сочинять, придумывать и не давать, не давать, наверное, уйти в ступор какой-то. Поэтому спасибо тебе также, потому что ты дал этот волшебный пинок, он действительно действенный, он зарядил, подзарядил, а может быть он еще и даст такой хороший шаг, который мне необходим. Карлла Шисайна, сейчас август наполнен молодежными огромными количествами концертов, да и не только август, вообще в целом если посмотреть, супер популярные артисты, Мирас Жигунусов, Райм, Садрадин и так далее, то есть очень много популярных артистов, молодых артистов, которые уже собирают большие стадионы, большие мероприятия. Я смотрю тенденции по всей стране, которые происходят в фестивале, чаще всего одни и те же артисты везде, но нету старшего поколения артистов, их практически нигде нету. Недавно прошла Азия Даусе, то есть опять между ними большой, вот сейчас огромное количество фестивалей, фестивалю в память Арханжуза, ОЮ-фест прошел и так далее, то есть Джахалип выступает, то есть одна молодежная тенденция. Что вы думаете по поводу того, что вот почему мало концертов старшего поколения, почему нету фестивалей со старшим поколением, где сейчас выступают наши старшие? Опять же скажу, что я где-то там уже ближе к ним, а может быть уже с ними. Вы режиссер, вы никогда не будете там. Я по возрасту, поймите, помимо того, что я всегда считаю, что они наши наставники, я всегда считаю, что им в первую очередь нужно делать реверанс, их надо беречь, их надо чаще показывать и помогать новую грань открыть. Понимаете? Это же огромное количество можно проектов сделать с этими же наставниками. Например, я тоже об этом переживаю. Я каждый раз думаю вот особенно то есть вот корифеи, которым уже за 60, то есть людям, которые уже очень много сделали, были очень большими хитмейкерами в свое время. И сейчас они, у меня есть иногда ощущение, что сейчас из-за того, что новая тенденция современной истории очень быстро растет, они чуть-чуть не успевают. давай не будем, чуть-чуть. Я опаздываю, мы все опаздываем. Как можно помочь? Где помочь? Вот я где-то посередине стою, между старшими и младшими. Вот смотри, все равно есть уже хороший проект ЕСКО ТАХСПА. Он уже обратил внимание на песни корифеев, но спеты уже сегодня в новом ключе, в современном. Да, ЕСКО ТАСПА, кавер-шоу на Хабаре, то есть это те проекты, которые сейчас старые песни делают современными, очень круто делают. Кстати, там замечательный музыкальный продюсер Чингис, очень уважаю один из наших топовых коллег, который делает ЕСКО ТАХСПА. Молодой, но знаете, мне иногда ощущение, когда я с ним разговариваю, как будто его лет 45, я не знаю, то есть насколько он знает. И мне очень нравится кавер-шоу госпожа к семье генерального продюсера этого проекта. Это круто, но это же поют опять молодежь. Что делать старшим? Ну, все-таки я, как пример, наверное, займусь. Вот я тебе точно скажу. и тебе предлагаю помочь, потому что у тебя сердце не камень, у тебя к ним... Я искренне переживаю, я переживаю за судьбу легенд, за их музыку, которая, честно говоря, не стала великого Искендера Хасангалиева. Большая плеяда ушла. Да, и это прямо страшно. А вот что с наследием их ставило, куда дальше эту историю, как эту историю увековечить, как это никогда не забыть. То есть вот эту историю, мне кажется, нам надо с вами садиться отдельную программу делать по этому поводу. Что делать с этим творчеством и как его донести? смотри, смотри, люди, которые любят, которые свою жизнь отдали сцене, сейчас, когда наступает период забвения, скажем так, потому что все ушло в соцсети. Представляешь, как им обидно, представляешь, как им тяжело. Поэтому, может быть, все-таки как-то постараться, постараться все-таки помочь им, протянуть эту руку вам, людям, которые на различных платформах... Со своей стороны, да, я с удовольствием помогу, но здесь нужен правильный подход. Все-таки я продюсер, вы режиссер, и мы с вами по сути не можем быть друг от друга далеко, поэтому, мне кажется, мы точно должны придумать какую-то правильную историю, которая правильно поддержит, знаете, как поддержка наурыза, которую вспоминают только раз в год, национальная одежда раз в год, национальные какие-то мотивы раз в год, и мы говорим вот сейчас про поддержку наших корейфеев. Карлаш Сайна, спасибо огромное, на самом деле, по-моему, замечательной была беседа, это Impresario Life, друзья, проект, который посвящен творчеству, и Карлаш Сайна, у меня есть, на самом деле, уже предложение по корейфеям, замечательную серию интервью, очень хочется взять только у старшего поколения, поговорить о нынешних ситуациях, и мне кажется, мы с вами можем быть настоящим таким неким мостом между тенденциями нынешними, за которыми нужно успевать, и тем, что имеем на самом деле. знаешь, я руководствуюсь еще одним тезисом, если хочешь, чтобы, я вот точно сейчас не могу точно сформулировать, если хочешь, чтобы тебе относились так же, начни относиться сам, понимаешь, не за горами, пенсия, я к чему, все равно, нас так мало, мы такие хрупкие, мы такие чуткие, поэтому, кому как не нам делать, просто протянуть руку, помочь людям, и ты не представляешь, душа будет петь. Да, просто сказать, все будет хорошо, давай я помогу, я в этом понимаю, ты понимаешь в этом, давай сделаем это вместе, то есть, прошло то время, когда каждый сам по себе, то есть, когда пытаются там что-то доказать, я умею, и так далее, век коллаборации, сейчас, если вы заметили, все, даже мировые бренды, там, Gucci с Balenciaga коллабрируют, Adidas Prada коллабрируют, и здесь, почему нет, то есть, вы правы, абсолютно, нас казахстанцев очень мало, нас творческих людей мало, то есть, особенно в этой среде. Да на нашем примере, опять слово идеология, мы должны показать, как можно эмпатично относиться друг к другу, все уже прошло время у них, например, у артистов эстрады, ну, не без этого, конечно, когда кто-то с кем-то конкурировал, все, теперь созидать время. Потому что смысла нету, абсолютно верно. Время, оно быстротечное. Последнее пожелание от вас, молодым режиссерам, чтобы вы пожелали, из чего брать мысли, расчерпать, как расти и вообще этот... Во-первых, да, я хотела бы уже, наверное, призвать своих юных коллег не то что к объединению, а обратите внимание на наставников. На самом деле, нам есть о чем рассказать, что поведать, что передать. Это раз. А мне от вас очень необходим новый толчок, интересные мысли вместе мы сила. Спасибо большое, дорогие друзья. С нами сегодня была гостья заслуженной детьми в республике Казахстан госпожа Жиева, Карл Гаш Исаевна. Спасибо большое, до скорых встреч. Продолжение следует...